ТОС местный убрался, а Фортранс за собой мусор не убрал. В Екатеринбурге одичавшие автобусники превратили в настоящий туалет мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Вчера на Екатеринбургской окраине имени Широкой речки лопнуло терпение местного жителя, и он публично пристыдил банду анальных испражненцев, которые научились пользоваться туалетной бумагой, и на этом их эволюция остановилась. А в преддверии Дня Победы как-то особенно циничным выглядит то, что по большому счету прикрытием для этих почкунов стал памятник тем, кто за эту победу отдал жизнь. С надписью «Вечная слава героям-землякам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 годах». И памятный список из 106 человек на мраморной стелле. Такой здесь туалет устроил Фортранс. Прямо за Павельником. Беда в том, что это, видимо, совсем не Родина для водителей и кондукторов автобусного маршрута номер 48 фирмы Фортранс. И вы станете смеяться, но название «слабительного» для того, чтобы лучше какалось, оно тоже звучит как Фортранс. Водители и кондукторы этой конторы по большей части иностранные граждане. И на местных героев-неземляков им насрать в самом что ни на есть в прямом смысле. Здесь, на центральной площади бывшего рабочего поселка Торфодобытчиков, у них конечная остановка. Здесь они все накопившиеся дела и делают. Все. Постоянно. Много раз за каждый день. Мы так понимаем, что владельцы фирмы по условиям лицензии обязаны оборудовать здесь туалеты, но дешевле этого не делать. Однако весна, как говорится, покажет, кто где нагадил. Ну вот и смотрите. В том числе смотрите руководители фирмы, у которых прям так и хочется спросить, а ваши предки, простите, на чьей стороне тогда воевали? Субтитры создавал DimaTorzok